Добрый день, сегодня третья лекция, на самом деле это вторая, согласно Haskell-Mook, называется она Either you die a hero. Здесь имеется в виду, что данную конструкцию можно раскрыть you a hero или же die a hero. Вот мы дальше посмотрим, использование типа either в данном случае подразумевается. Здесь мы обсудим немножко больше о рекурсии, специальные конструкции, называемые гардами, ну или охранными конструкциями. Также рассмотрим типы список, maybe, either, и немножко коснемся полиморфизма. Рекурсия и функции помощники, вспомогательные функции. Вот если вспомнить, как пишутся циклические структуры в языках Java и Python, мы можем, ну вот, например, такой вот код представить, да, то есть повторение строки nRAS. Здесь два аргумента, у repeatString первый это количество раз повторений, второй, собственно, какую строку мы повторяем. Ну и вот цикл получается следующий, что у нас есть некоторый результат, перемена, в котором мы этот результат накапливаем, изначально у него значение пустой список, и дальше выполняем операцию до тех пор, пока n будет больше нуля. То есть для этого мы к предыдущему значению результата добавляем нашу строку и уменьшаем n внутри цикла на единицу. Как только n становится равно нулю, повторения заканчиваются, ну и возвращается результат. Аналогично работает программа на Python, вы можете посмотреть, сравнить. Однако на Haskell, так как не существует циклов, мы обязаны писать так называемые рекурсивные конструкции. И вот, в частности, повторение строки nRAS реализуем следующим образом. Значит, используем вспомогательную функцию. Здесь передаем первый и второй параметр последовательно, а также передаем третий параметр, то есть начальное состояние. Вот, и как она реализуется, эта функция? Значит, вот у нас эти три параметра, то есть если n у нас строго равно нулю, да, тогда возвращаем результат. То есть то, что было раньше. Иначе возвращаем, ну или значение этой функции равно значению функции repeat helper, с переданным ему параметром, параметром n-1, повторяемой строкой и в качестве первоначального значения мы сюда вставляем result плюс добавленная наша строка. Ну и теперь можно применить два параметра к функции repeat string и получить тот результат, который предполагался. То есть, можно заметить, что на самом деле вот эти варианты реализации с использованием цикла while, значит, данной функции несколько странные, да, но я тут что-то хочу сказать, что while это наиболее общий вид циклов, ну во всех, в принципе, языках программирования. То есть все циклы существующие можно реализовать при помощи while. То есть, собственно, while, for и do while и какие-то другие варианты. Вот и второе преобразование из цикла while в структуру рекурсивную намного проще показать, чем на том же самом for. Этот хаскельский вариант можно переписать при помощи использования matching, да, то есть сопоставление с шаблоном некоторым. То есть, если первый параметр равен нулю, то неважно какая у нас строка используется для формирования результата. Просто предыдущий результат это и будет результатом применения наших трех параметров вспомогательной функции. В другом случае, ну, когда n у нас не равно нулю, получается, ну, значение результата соответствует значению вот этой функции вот при вот этих вот параметрах. Вот еще один пример, где у нас большее количество переменных вычисления чисел фибоначчи, причем эффективным способом. Вот функция здраво-функции, ну, давайте пайта у нас в данном случае рассмотрим. С n-е число фибоначчи используем две вспомогательные переменные a и b с начальными значениями соответствующим 0,1. Повторяем до тех пор, пока n больше единицы. c присвоиваем a плюс b, a присвоиваем b и b присвоиваем c. И уменьшаем n на единицу. Возвращаем число b. На хаскеле данная функция представляет следующим образом. Тоже с использованием вспомогательной функции. Значит, в фибоначчи передаем начальное значение 0,1. Ну, то есть вот эту вот. Эту комбинацию и число n. Ну и дальше реализуем фибоначчи со штрих, да? По-английски это фибоначчи прайм. Вот, собственно, a и b. Это первые два параметра. Вот если я на равно единицу, возвращаем b, да? Ну, то есть значение функции. Я постоянно оговорюсь, потому что не совсем прилично такой формулировкой пользоваться. То есть значение применения функции фибоначчи прайм к трем аргументам совпадает с b. Аналогично, значит, a, b в случае, если третий аргумент не равен единице, то результат будет равен результату выполнения уже этой функции. То есть b перемещаем в первый параметр, а второй параметр будет у нас a плюс b. Это то самое значение промежуточное c. Ну и передаем n минус единицу. Значит, потратив некоторое время на изучение рекурсии, мы увидим, что это тот же самый цикл реализованный. То есть просто взяли цикл, можно даже чисто формально взять его и раскрыть набор этих функций и вспомогательных функций. И в Хаскеле часто очень используется апостроф, вот этот штрих тут, для того, чтобы называть функции с некоторым альтернативным смыслом. Вот есть, как я говорил раньше, да, то есть линейные вычисления используются как основной движок, да, вычислительный, то некоторые функции, которые должны быть реализованы, в которых должны быть реализованы явный образ вычислений, они обозначаются тоже вот этим штрихом. Но это не свойство компилятора какое-то, просто это вот конкретная функция, она обозначается таким вот идентификатором, и вот уже внутри нее там специальный механизм реализуется. Поэтому, если очень трудно придумать какое-то название вспомогательных функций, вот можно брать название основной функции и добавлять в один штрих, там два штриха, три штриха. Аналогично, кстати, делается, и в языке пролог, например, можно доллары использовать в качестве аргументов, либо там 0, 1, 2, 3, 4. Также обращается внимание на то, что вот эта функция, Fibonacci штрих, ее реализация, несколько эффективнее той, которая при помощи циклов делается. То есть количество рекурсивных вызовов здесь меньше получается. Вот, соответственно, вот если функция реализована вот в таком формате, то есть мы рассматриваем сначала какие-то частные варианты, а потом последний вариант использует чистый вызов саму себя. Это называется хвостовая рекурсия. Ну, это один из вариантов хвостовой рекурсии. То есть перед Fibonacci еще могут быть какие-то там операции спереди, в общем случае, не в случае Хаскеля, а вообще. Но самое главное, чтобы именно вызов самой функции был вот самым последним в этой последовательности. Вот тут такую конструкцию компилятор может эффективно преобразовать в цикл сам. Это очень важный момент. То есть вот в том же языке C, например, да, компилятор GCC при уровне оптимизации O2, он такие хвостовые рекурсии обрабатывает. Вот у меня есть тоже лекции, можете посмотреть, как это он делает в рамках других курсов, правда. Гарды. Говорили гвардейцы, можно так сказать. Значит, еще один способ реализации функции, это вот использование вот этих охранных условий. Мы их будем просто, да, гардами называть. Вот задается функция с тремя аргументами. И вот в случае, если выполняется условие 1, ну, boolean, да, естественно, то функция будет равна такому-то значению. Если условие 2, то такому-то значению. Иначе оно будет какому-то третьим означать. Значит, а device на самом деле это конструкция, обозначающая почерк. Ну, то есть все, что угодно здесь. То есть суть в том, что вот если одно из условий выполняется, вычисляется в true, то тогда реализуется то, что находится с правой стороны. Причем эти условия перебираются сверху вниз. То есть те, что сверху, у них получается приоритет выше. Как только одно из них сработает, считается, что мы вычислили значение функции. Вот примеры использования этих вот гардов. Например, функция, которая описывает n в каком-то смысле. То есть если n равно строк, равно 2, то это 2. Если оно четное, то четное. Если равно 3, то это 3. Если n больше 100, то это какое-то большое число. А иначе, ну то есть когда ни один из этих вариантов не сработал, мы на экран просто пишем число и преобразуем это число в строку. Потом добавляем в the number с пробелом. Также можно показать, как факториал таким образом реализуется. То есть факториал от n. Значит, если n меньше 0, то возвращаем минус 1. Это не совсем правильно, там дальше в этом речь пойдет. Если n строго равно 0, то будет 1. Иначе применение n к n факториала получается результат следующий. То есть это n умноженное на применение n минус 1 факториала. Доделать ограничения можно комбинировать с сопоставлением с шаблоном. Например, простая игра по угадыванию возраста. Значит, тут гринзеллой. Чтобы угадать возраст, значит, нужно соответствующим образом реализовать этот процесс. Значит, вот есть некоторый возраст. То есть если возраст меньше 47, то пишем меньше. Слишком мало. Если больше 47, то слишком много. А иначе, да, вы угадали наш возраст. Для хэнсела можно сделать аналогично, да, но тут использовать цифру 12. То есть ему 12 лет, соответственно, меньше 12 и больше 12. В случае, если мы вдруг ошиблись именем персонажа, да, то возвращаем, что вот неправильное имя. Ну и вот есть транскрипт использования этой игры. Списки. До этого момента мы оперировали только простыми значениями, единичными, да, там, цифрами или буллинами. Также мы использовали строки, которые на самом деле являются наборами символов. Ну, наши манипуляции ими, да, сводились к тому, что мы просто их обвиняли там, ну, мы их воспринимали как какие-то единичные тоже значения. Для того, чтобы переходить к некоторому практическому программированию, нам нужно уметь обрабатывать наборы таких значений. Ну и также нам потребуются и структуры данных также. Базовой структурой данных в Haskell является список. Используется для того, чтобы хранить множество однотипных значений. Особенностью списков в Haskell является то, что они гомогенные, то есть элементы списка должны быть одного и того же типа. Значит, тип списка элементов обозначается вот этим вот следующим образом, да, где элементы это некоторый тип. В том числе могут быть элементы и списками тоже. Вот несколько примеров. То есть список булевских значений, да, то есть true, true, false. Соответственно, получается, что это список представляет собой список булевских значений. Очевидно. Значит, список строк. Здесь, соответственно, можно, в принципе, написать, что это список списков символов. Пустой список. Значит, если мы его просто сформируем, да, например, GHCI, да, то Haskell его тип запишутся следующим образом, где А это какой-то тип, значит, но об этом чуть-чуть позже. Значит, могут быть организованы списки списков, они вот следующим образом их тип представляется, да. Ну и также использование вот этого диапазонного синтаксиса, то есть range-синтакс для обозначения списков целых чисел. Значит, списки, то есть самый важный момент здесь заключается в том, что списки Haskell реализуются как однонаправленные списки. Вот, но к этому опять же вернемся позже. Основные операции со списками. Сейчас будем обозначать вот таким вот способом список какого-нибудь типа, ну или любой список. Ну и вот стандартная библиотека Haskell, она включает следующие функции. Значит, hit, который отображает список на некоторый его элемент, и по факту это первый элемент списка. Значит, хвост, то есть на вход идет список, на выходе тоже список, но без первого элемента. И knit, опять же список на входе, список на выходе, это все, что в начале без последнего элемента. Значит, take, на вход идет, соответственно, число и список, возвращается список из n элементов в начале. Значит, если же список у нас содержит меньше, чем n элементов, то возвращается в первоначальный список. Значит, drop, соответственно, первый параметр, это число, второй список, возвращается все, кроме первых n элементов. Объединение двух списков, ну это вы уже видели, например, из строк. То есть из двух списков получается третий список, просто добавлением ко второму спереди, ну то есть с левой стороны элементов из первого. Это я немножко забегая вперед, говорю, секрет такой. Взятие n элемента списка, по-моему, там начинается с нуля. Обращение списка, то есть представить элементы списка в обратном порядке. Дальше проверка списка на пустоту, является ли он пустым. Вот, и определение длины списка, то есть отображение списка в число. Вот, но тут опять же вот добавляешь, что на самом деле новый length, они имеют более общее определение, поэтому здесь это только в контексте списка показывается. Списки могут быть сравнены друг с другом при помощи оператора равно. И вот, как мы вспомним с предыдущей сессии, одной из предыдущих сессий GHCI, что мы здесь можем увидеть, что тип списков обозначается как список символов. Вообще говоря, это зависит от версии интерпретатора, где-то так обозначается, где-то стринг обозначается. Ну, в программах можно и так писать. Некоторые функции можно получить в специальном модуле Data.List, который можно импортировать при помощи импорта, либо еще каким-то там способом. В данном примере импортируем Data.List и используем функцию Sort для сортировки списка по возрастанию. Обратите внимание, каким образом происходит импорт. То есть здесь создается некоторый контекст, и внутри этого контекста мы можем применять наши функции, но это справедливо только для GHCI. Ну, вот еще одни примеры. Взятие второго элемента. Ну, начиная с нуля. То есть нулевой, первый, второй. То есть четверка получается. Объединение двух списков. Значит, функция, которая убирает из первоначального списка третий и четвертый элемент. Комбинируем результаты Take и Drop. То есть берем первых два и добавляем к результату первоначальный список только без четырех первых элементов. Ну, к примеру, выполнение. Здесь при помощи такой вот стрелки изображено сокращенный вариант использования командного интерпретатора. Вот тут функция запускается. В результате получается вот такой список. Здесь это просто сокращенная форма представлена. Она будет часто использоваться дальше по тексту. Сдвиг списка на один элемент. Соответственно, вот у нас был список 1, 2, 3, и получился 2, 3, 1. То есть один элемент влево получается. Если хотим два раза сдвинуть, применяем два раза эту функцию. Ну, и также это можно использовать к синтаксу на основе диапазона значений. Значит, из-за того, что функциональный язык Haskell является чистым, да, это также обозначает, что никакие структуры не могут изменить свое состояние в результате применения к ним функции. Потому что изменение состояния, то есть мутация, да, ну, то есть изменение какого-то значения внутри структуры, это собой представляет как раз побочный эффект. И функция Haskell единственное, что разрешено, это возвращать значения. Поэтому любые манипуляции со списками в Haskell представляет собой создание нового списка, а не изменение существующего. Ну, вот, пример как раз сессии, где вот задан переменный лист, потом на ней выполняет несколько операций. Вот. Обращают его. После обращения, видите, список не меняется. Убирает из него два элемента, опять же список не меняется. Но вот результат мы получаем уже какой-то другой список. Вроде кажется, что на самом деле это не сильно эффективно, да, но, тем не менее, очень, так скажем, полезно на практике. То есть все сводится к тому, как Haskell оптимизирует код. Но об этом, может быть, пойдет речь дальше. Немного о выводе типов. Вот одно из свойств Haskell – это вывод типов. И полиморфизм. Полиморфизм в каком-то смысле, там дальше будет объяснено. Что обозначает конструкция вот такого вида? Что у нас есть функция Head, и для нее определяется вот такая конструкция. Это значит, что если нам будет задан список некоторых элементов типа А, да, какого-то типа, то возвращаемое значение будет элементом, ну, то есть этого типа. Того же самого типа. То есть если вот А и А здесь совпадают, это значит, что имеется в виду один и тот же тип. То есть если вместо второй было бы Б, это значит какой-то другой тип. Ну, таким образом, получается, что А – это не тип, а переменная типа. И они используются для того, чтобы обозначать функции общего вида. Переменные типа – это значит такие идентификаторы, которые начинают с маленькой буквы. Ну, например, вот это переменная типа. И она обозначает, что вот на данный момент, да, то есть функция такая, что у нас тип пока не важен. И, по идее, может быть любой тип абсолютно. Вот, переменные преобразуется в конкретные значения типов, ну, например, это Булевский тип. В процессе вычисления типа, то есть, ну, influence, вообще на самом деле, это логический вывод, ну, или просто вывод. То есть, Haskell, анализируя программу, используя вот эти вот обозначения, значит, он комбинирует разные функции, приводит их к одному типу, вот, за счет унификации. Ну, это процедура, которая позволяет, ну, в данном случае переменные типы, переменные типы сопоставлять с конкретными типами. Ну, и создавать какие-то конкретные варианты вот этих функций. Ну, например, поставить вместо aInteger, да, то есть hit может оперировать списками интеджеров, и они будут, точнее, он, этот hit, в результате будет возвращать интеджер. Давайте посмотрим несколько примеров, например, как hit оперирует Булевскими значениями. Значит, это вывод типов, то есть, эта процедура будет сопоставлять, ну, или сравнивать, да, в данном случае написано тип, который внутри аргумента вот этого списка, да, то есть a, с актуальным типом, ну, например, bool. И в результате он придет к выводу, что a будет равно bool, или должно быть bool, для того, чтобы мы могли эту функцию использовать. И в результате получится, что возвращаемый тип значения у hit также является bool. Ну, вот, примерно, да, вот как наша функция задается, а теперь мы конкретизируем, что какого типа у нас будет возвращаемого значения, забираем, ну, вопрос задаем, да, будет bool. Функции tail аналогично работает, то есть у него есть тип обобщенный, а, да, то есть переменной типа. Ну, в результате из входного списка получаем такой же входной список. Вот, да, если же мы выполним, мы попытаемся вот это выражение, да, вычислить, то тут у нас возникает ошибка. Вот, то есть вот у нас есть функция плюс-плюс, и мы задали ей в качестве первого аргумента список boolевских значений. В качестве аргумента мы задали строку, но, к сожалению, функции плюс-плюс с комбинацией, значит, набор boolевских типов и другой стороны строки не существует. Значит, в хаскеле нет перегружаемых операций, но есть полиморфизм относительно классов, об этом потом. То есть в чем проблема возникает, значит, вот плюс-плюс в определении стоит то, что у нас и первым аргументом, и вторым аргументом должны быть два списка, и элементами этих списков должно быть значение одного и того же типа. Здесь же получается, что вот мой — это список символов, а это список boolевских значений. Вот он говорит, что мы не можем сопоставить. Вот во втором аргументе требуемый тип bool, он вычислился из первого аргумента, то есть типа первого аргумента, с актуальным типом, который char называется. Infered type char. Вообще-то тут actual обычно пишется. Это, наверное, какая-то предыдущая версия хаскеля. И он объясняет, что вот во втором аргументе плюс-плюс, а именно мой, должно быть, boolевские значения должны быть вместо аргументов, вместо символов. И вывод типов является действительно очень мощной функцией. Он может вычислить практически для любой функции его тип. Вот рассмотрим два примера, да, то есть мы задаем функцию с двумя аргументами, которую выбирает головой, соответственно, первого и второго списка. Вот и вторая функция, которая применяет первую к мой, и вторую к своему аргументу zx. И в результате получается, что мы можем вычислить тип функции f по ее определению, ну и знанием того, какие у нас, какой тип аргументы могут быть. В этом выводит, что у f, значит, два входных параметра, являющиеся списками с элементами одного и того же типа, и выходное значение, да, ну результат, к чему она равна, будет списками тоже того же самого типа. Вот, однако в j, мы вот, у f, видите, уточняем первый аргумент, в результате этого уточнения уточняются аргументы z, 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 то есть, и получается, что z будет иметь тип string, да, ну или char, список символов, да, и, соответственно, и значение этой функции, то есть то, с чем она равна, тоже будет типа char. Очень мощный, очень мощный механизм. Немного о терминологии. Когда мы встречаемся с такой конструкцией char, мы называем char параметром типов. То есть если тут дословно перевести, это будет типовым параметром, лучше параметр тип. Значит, тип, то есть вот такая конструкция, использующая в качестве параметров другой тип, называется параметризованный тип. Фактически функция hit может быть применена к спискам, где элементы могут быть различного типа, и таким образом функция hit обладает полиморфизмом. Значит, почему такое полиморфизм? Значит, в качестве аргумента можно подставлять значения разного типа, да. Ну, понятно, что здесь при определенных условиях он выполняет, ну, скажем, плюс-плюс, да, у нас одинаково типа первый и второй аргумент должны быть в списке. Но, тем не менее, списки могут быть, туда подставляться с элементами разных типов. Ну, то есть там строки можно складывать, списки интеджеров, списки строк и тому подобное. В этом смысле hit обладает полиморфизмом, полиморфизм, ну, и плюс-плюс, соответственно. Существует, вообще говоря, в Хаскеле очень много полиморфизма, и вот один из них как раз использует вот эти переменные типа, и он называется параметрический полиморфизм. Ну, полиметический полиморфизм также известен в Javi, там, в C++, в Python, в Javi C++, они, то есть эти интерпретатуры руливают полиморфизм на этапе компиляции. Ну, сижар, кстати, тоже. В Python это делается на этапе уже вычислений, то есть это рантайм. Значит, что касается аннотаций типов. То есть, когда программист на Хаскеле пишет программу, он может, конечно, обойтись без этих аннотаций. Ну, как вот в этом случае, вот tail, да, список преобразуется в список. То есть можно их не писать, на самом деле. Но иногда это требуется, вот в одном из трех случаев. Ну, во-первых, можно документировать аргументы. Ну, вот, если посмотреть реализацию библиотек Хаскеля, да, то вот такую конструкцию его пишут в несколько строк. И напротив каждого элемента можно поставить комментарий, то есть, например, а, потом тире-тире, ну, это начало комментария, и потом написать, что это такое. Вот. Потом ставят здесь стрелку, пишут второй а, и тоже тире-тире, и что это такое. Очень удобно. То есть это первый вариант. Второй вариант это дополнительные допущения для компилятора. То есть совершенно очень часто используются профессиональными программистами для того, чтобы задавать ограничения на входные параметры. Ну, например, если мы факториал вычисляем, да, у нас N это целое число. Это первое допущение. Второе это число должно быть не меньше нуля. Это второе допущение. Иначе просто вычисление факториала бессмысленно. Вот. В данном случае мы при помощи вот этих вот аннотаций указываем компилятору, что мы имеем в виду. То есть мы одновременно проверяем и себя. Ну, и третий вариант. Иногда нам требуется на тип ввести дополнительные ограничения. То есть мы не хотим, например, чтобы функция tail, да, в данном случае обрабатывала любые списки, то есть элементов любых типов. А мы можем здесь ну, какой-то своей функцией естественно указать, что мы, например, из boolean список хотим отображать. Вот. Ну, и соответственно, в компиляторе Haskell на соответствующий тип могут использовать дополнительные оптимизационные процедуры. Ну, и очень рекомендуется использовать такие аннотации для каждой функции, которую вы реализуете. Тип Maybe. Вторым важным типом, очень часто используемым в Haskell, то есть тип не является элементарным, тип называется Maybe. Ну, тут он представлен как дополнение к списку. Вот. В некоторых случаях, вот только что я привел, например, с факториалом, значение функции в области значений, да, каламбур получился, он не определен, то есть факториал от минус единицы. И мы с этим можем каким образом справиться? Во-первых, можем выдать в качестве результата значение вне допустимого диапазона. Ну, например, факториал от числа, которое меньше нуля, пусть будет равен минус единице. Ну, это не совсем правильный, тут вот назвали его несколько очень странный подход. и не всегда возможно его реализовать. Ну, то есть вы число вернули, а потом это число забыли, например, сравнить в тексте, где используется функция факториал. Мы, например, сложили его с кем-то другим числом, то есть вы фактически неправильно потом значение вычислили. Второй вариант это создать исключительную ситуацию, но это противоречит этому чистому подходу Haskell, то есть исключительная ситуация, они по факту являются побочными действиями. Вот, ну и в некоторых языках можно вернуть например значение null, вот, но не всегда null существует для всех типов, ну например null от интежера, что такое, не совсем понятно. Вот, ну и в Haskell от null отказались. Вот, получается что нам нужно, чтобы функция всегда возвращала какое-то значение, но при этом такое противоречие получается, при этом мы не можем это значение вычислить. Для этого существует как раз этот вот тип maybe. Значит такой подход чистый, надежный и приятный. обозначается maybe следующим образом, то есть maybe плюс вот этого переменной типа, и у него есть два так называемых конструктора, первый nothing без аргументов и второй just, вот just он использует один аргумент, ну и вот примеры, то есть maybe bool как вариант, у него может быть следующее значение nothing, just false и just true. Maybe int, соответственно nothing, потом just и какое-нибудь число, то есть just 0, just 1 и так далее. Вот, если в качестве параметра передать тип списковый, да, то тогда могут быть значения nothing, just пустой список, ну потом just какой-то список с каким-то количеством значений и так далее. Вообще maybe можно обозначить следующим образом, то есть использовать тип списковый, где у нас есть некоторый аргумент в виде типовой переменной, переменной типа, но ограничить существующие списки двумя значениями, то есть пустой список, где у нас 0 элементов и одноэлементным списком. Другой вариант интерпретации maybe, да, в сравнении с существующими подходами, да, в широко известных языках программирования, это все равно что null, для значения типа, вот я недавно, кстати, писал программу на языке функциональном джуле, он, правда, позволяет делать мутирующие типы, хотя там это сильно не рекомендуется, и вот там можно сделать такую конструкцию типа unit, то есть когда два типа объединяются, значение либо одного типа может быть, либо другого типа, и вот для nothing, то же самое null, есть специальный тип nothing, и альтернативой может выступать тип, например, число, там, интеджера, либо там вектор каких-то значений, вот, но, тем не менее, это, скорее всего, реализуется таким же образом, как мы, то есть подход Хаскеля, он хорош тем, что мы явным образом представляем то, что имеется в виду, но, то же самое с языками программирования объектно-ориентированными, да, то есть в некоторых языках, например, в Python, мы, когда создаем метод некоторого класса, мы явным образом в качестве первого аргумента указываем self, то есть указательный экземпляр. Это очень удобно, то есть self.x мы присваиваем аргумент x, например, конструктор. В C++, в Java, значит, обычно в качестве аргумента конструктора, совпадающий с именем поля внутри класса, используют какую-нибудь префикс там m, например, x, x потом присваивает. Можно использовать this в Java явным образом, например, this.x присвоить x, который является аргументом конструктора. А Haskell получается, что все является эксплицитным, то есть явным образом указывается. Ну и также тут говорится о том, что в языке Java есть специальный тип, точнее это шаблон optional с некоторым параметром типа. Значит, значение типа maybe можно создавать либо указывая nothing, либо используя конструктор just с некоторым другим значением. Например, определяем тип nothing maybe, то есть maybe a, где a это переменная типа. just a camel. Вот, тип just a camel это maybe string, получается. Just true это maybe bull. Ну и так далее. То есть он, конструктор maybe является полиморфным. Полиморфным по типу. Значит, обработка. А, да, каким образом можем порождать значение такого типа? Ну вот мы задаем некоторый логин в системе. Ну, здесь понятно, что незащищенный вариант и так далее, но тем не менее он показывает саму суть. То есть если мы вот fabulous в качестве параметра в логин запихали, то возвращаем в систему, что это just unicorn 73. Если swordfish, то это будет мегахакер. Во всех остальных случаях мы в системе говорим о том, что это не какой-то там вариант, а вообще никакой вариант. То есть пишем, что nothing. Ну и обработка требует использования паттерн матчинга, то есть сравнения с шаблоном. Ну вот интересная функция может быть умножить, то есть на вход поступает int и какой-то maybe int значение, то есть либо int, либо nothing. В результате получается значение типа int. Ну и вот используя matching, реализуем его, то есть i, perhaps multiply nothing, получается i. В случае, если второй аргумент задан при помощи конструктора just, тогда мы можем уже выполнить вот это выражение, вычислить. Здесь я обращаю внимание на то, что второй аргумент, то есть этот конструктор just нужно брать в скобки из-за приоритета операции. Ну вот теперь посмотрим, как это в результате вычисляется. То есть perhaps multiply на nothing получается 3, ну то есть первый вариант срабатывает. Perhaps multiply just to получается 6, это второй вариант. Здесь мы первым делом конструируем вот это значение типа maybe just 2. Здесь сопоставляется вот этот just 2 с just j. В j попадает двойка, да, ну и так как это сопоставление удалось, мы тогда можем и умножить на j. Число или ноль. тоже вот пример использования maybe в качестве аргумента. То есть для nothing например 0 возвращается, а для just возвращается его значение. Ну например это нужно в какой-то программе, да. Значит функция hit для списка если мы в качестве параметра передадим пустой список, она создаст исключительную ситуацию. Причем что это за исключительная ситуация? Мы же только что говорили о том, что Haskell у нас pure. В данном случае это означает, что программа выдаст ошибку и остановится. То есть мы ничего с этим сделать не можем. Однако такой вариант, когда xs пустой мы можем реализовать следующим образом. Например функцию задать save hit и вот если xs пустой тогда возвратить nothing, иначе возвратить just hit от xs. То есть вот это just и полезный результат. То же самое hit это суперпозиция получается inter zero и save hit то есть количество то есть эта функция вычисляет количество элементов без головы. Можно посмотреть как они вычисляются. Конструкторы как мы видели раньше в pattern matching то есть сравнение типов мы используем вот эти самые конструкции. Например just конструктор или nothing как в первом варианте для inter zero. В данном этапе достаточно понимания того, что конструкторы это некоторый префикс который обозначает вот этот вариант использования второго значения и именно предназначен для pattern matching известные конструкторы например для булла это true false пустые not nothing just the maybe да и nothing true false это просто константы получается ну с одной стороны и с другой стороны это типы на самом деле конструкторы это конечно функции и для них можно узнать их сигнатуру да вот то есть некоторые тип отображается в maybe этот тип either тоже полезной конструкции иногда нам возврата в качестве результата nothing недостаточно если у нас какое-то например вычисление сложного выражения у нас там могут возникнуть деления на 0 или там вычисления логарифма от отрицательного числа нам бы вообще написать пользователю либо там передать вызывающей программе что мы выполнили такую-то неправильную операцию и вот для этого можно использовать ether то есть конструктор ether у него два или тип да конструктор в данном случае это одно и то же именно в конкретном этом случае у него два параметра то есть две переменных типа я кстати обманул я вас конструктор это left right так вот left создает значение типа а а right значение типа b ну вот пример то есть да причем видите а и b это разные идентификаторы значит там могут разные типы находиться ну вот если у нас есть такой тип ether int то тогда можно создавать значение left 0 left единица right false right true для такого варианта да где слева стоит строка справа список чисел соответственно left строка right список чисел если у нас есть два интежера то типа одинаковые будут что left что right будут одинаковые вот вот это с одной и с другой стороны right приводится не только что справа но и правильное значение то есть right обозначается значение которое мы скажем правильно вычислили а left это как раз замечание ну или там собственно описание ошибки ну например реализуется red int то есть для нуля он возвращает 0 ну это правильное значение 0 для единицы правильное значение единицы вот для всего остального говорит что мы на данный момент не поддерживаем входные строки с такими то значениями аналогично можем соответственно выдать left деление на 0 значит left right обозначенный обозначает именно вариант для левого и правого типа но это я уже повторяю значит вызывающая функция которую вернули например either она может анализировать тоже при помощи pattern matching сопоставления с шаблоном то есть i want string то есть right str возвращает str left number преобразует строку при помощи show значения вот этого number то есть эта функция она любое значение either для вот этих комбинаций типов int string возвращает string а ну да кстати собственно это и написано ну и вот если мы вспомним что в списке могут находиться только элементы одного и того же типа вот мы не можем соответственно создавать списки вот такого вида где у нас идет целое число за ним строка потом еще какое-то целое число но если мы будем использовать either то тогда это мы без проблем можем представить то есть right 10 right 13 left easter vacation right 17 ну и так далее и вот значение это не функция это значение легче participant уже будет тип either string int еще один полезный оператор называется caseof имеет вот такую конструкцию очень удобно использовать для именно сопоставления то есть в качестве элементов паттерн может выступать только значение какого-то типа то есть например целые числа строки структуры из списков и типы типа maybe или either ну вот конструкцию реализованной при помощи мэтчинга вот такого вида можно преобразовать в конструкцию вот такого вида то есть если в качестве параметра передан 0 здесь что обозначает что параметр n потом n в кейсе сравниваю с 0 ну и в результате получаем 0 используется стрелочка вот такая значит что вот такой вариант n преобразуется в значение вот такого типа для единицы 1 2 там even prime то есть единственное число являющееся одновременно и простым и четным ну и для n соответственно некоторое число n более интересный вариант представления то есть parse country где у нас сокращенное название страны преобразуем в maybe string да то есть с расшифрованным значением не для всех возможных значений а только для известных ну вот для финляндии и швеции а для всего остального мы пишем nothing ну и мы можем преобразовать точнее использовать результат применения функции parse country к аргументу fly to следующим образом выполнить этот кейс потом сравнить у нас есть just country это переменная и в нее подставляется значение либо finland получится либо sweden и тут мы в качестве результата fly to возвращаем строку you're flying to country а для nothing you're not flying anywhere то есть вы никуда не летите ну например вот для финляндии видите он выдал что мы в финлянде летим а если для германии мы никуда не летим то есть ну это один из вариантов использования то есть получаем значение и потом анализируем его можно использовать вот эту конструкцию where то есть у нас есть некоторая вспомогательная функция handle result и мы параметры передаем parse country country code и вот handle result при помощи аналогичных то есть мэчинг конструкции реализует своей функции тут я не буду комментировать так все понятно вот кейс функцию мы всегда можем заменить при помощи то есть реализовать при помощи помогательной функции ну вот пример классификация предложений в зависимости от того какой там в конце стоит знак то есть это повествовательная вопросительная восклицательная и вообще не предложение как вариант вот тут вариант классифай last sentence классифай точка statement и так далее и пример использования значит когда удобно использовать кейс конструкции значит есть несколько вариантов ну вот в частности если нам приходится слишком много одного и того уже переписывать то есть мы можем ну видите Wednesday три или больше дней до конца недели то есть два или больше дней один или больше то есть мы можем вычислить это число на самом деле каким образом методом исключения на входе поступает шесть пусть у нас будет функция которая вычисляет расстояние до воскресенья или до субботы не важно до воскресенья вот если шесть то работаете все удовольствие если пять ты уже на один день ближе к выходным но в остальных случаях можно вычислить значение просто то есть если он больше единицы тогда для субботы вариант и для всех остальных дней то есть мы можем эффективнее реализовать такую конструкцию это же опять же можно реализовать при помощи вот этих гардов он тоже пример приводится причем заметьте очень удобно мне очень это нравилось когда я начал программировать и сейчас то что у нас вот есть некоторые значения и это значение вычисляется при помощи функции мы туда передаем параметр вот этой вот функции которые определяем очень удобно дистанц тюзэсанды нам дальше будет определён также при помощи кейс конструкции еще одним примером полезности кейс офф является реализация когда вот мы хотим то есть очевидным образом использовать вспомогательную функцию предположим нам нужно вычислить площадь некоторых фигур да ну или многоугольник либо там кружка на входе первый параметр собственно саму фигуру пишем в виде строки второй ее параметры вот если на входе у нас квадрат то его площадь равно квадрату х квадрате если вычисляем площадь круга то нам нужно еще вот этот вот square x умножить на пи и вот для этих двух вариантов да по идее хорошо было бы иметь одно определение вот этого square как вспомогательной функции вот но когда будет произойдет компиляция для первого варианта square он не будет определен потому что v определен только для circle вариантов и мы если его перепишем с использованием кейса то есть case shape of значит square соответственно вот вариант функции вариант значения для нее вот второй вариант и теперь v будет так сказать возможно использовать для обоих square и circle вариантов ну и аналогично здесь да если нам надоело постоянно переписывать название функции мы можем один раз только его задать параметр выполнить кейс of уже анализировать этот параметр и возвращать соответствующее значение причем обращает внимание сразу же использование строк для обозначения недели тоже не очень удачно вот и что делать в случае если там сангей ни одно из этих строк не совпадение происходит на лекции 5 там появится структура данных будет показан более эффективный способ представления таких значений тут предлагается вспомнить сравнение с шаблоном внутри кейс of и pattern matching можно использовать значение типов int или integer вот эти примерно значит бул true false символы строки элементы то есть конструкторы из maybe конструкции из either использовать почерк который обозначает все что угодно причем несколько почерков одно определение обозначают разные значения здесь не надо как-то дополнительно обозначать комбинации значений номер just one и еще в некоторой конструкции которые будут опять же изучены позже где можно использовать шаблоны в определении функций и в кейсах единственный случай когда вам реально нужно использовать сравнение шаблона единственный способ это обработка вот этих конструкторов get элемент just one just i из x то есть x берем это элемент где и это параметр just ну или в случае nothing это последний элемент x ну почему так определили или вот get nothing get just 3 направление движения примерно то есть тоже сравнение с шаблоном вот это шаблон движемся влево на столько это шагов но пишем что мы передвинулись влево на и метров и вправо соответственно например это you should go left 3 meters you should go right 5 meters в операторы if некоторые такие сравнения мэчинги да можно реализовывать при помощи равенства но нельзя использовать номер x равно nothing это не будет работать то есть когда мы хотим x сравнить с nothing нам нужно либо такой вариант делать либо case of в этом смысле case of получается для нас обязательный вариант к изучению конструкции ну и вот в качестве проверки по третьей лекции можно зайти на сайт haskellmooc.fi в раздел куиза и проверить себя нажимая на соответствующие конструкции как вы поняли материал ну и в качестве лабораторных у нас есть два сета сет 2 и сет 2б надеюсь было интересно до новых встреч